Два друга, Серик и Сергей, как братья были. Два друга, Серик и Сергей, вдвоем служили. И на привалах и в боях, спроси любого, Один другому не сказал худого слова. Мечтали, кончится война и будут вместе. Расскажет каждый о другом своей невесте. И заживут одной семьей, поймет округа, Что стали доброю родней два эти друга. Эти строчки стихотворения «Фронтовые друзья» родились у Татьяны Пенькошиной в День Победы. Однажды она пришла к Абилийску и наблюдала, как возлагают цветы павшим в бою люди разных национальностей и возрастов. Пишет стихи Татьяна Антоновна с детства. Я начала писать стихи еще с трех лет. Записывали взрослые. Сначала это было отражение увиденного, услышанного по телевизору, по радио. Потому что маленький ребенок еще не имеет опыта личных страданий. А потом уже с накоплением собственного опыта у меня темы самые разнообразные. Все, что вызывает у меня боль, оно перекладывается в стихотворение. В ее копилке творчества бесчисленное количество стихотворений о шерфах Холокоста, о политических репрессированных, много произведений воспитательных, о преемственности поколений, о любви и красоте. Все они навеяны событиями и судьбами людей. И самый главный посыл на сегодня, говорит поэтесса, призвать людей к миру и благодарности. Благодарение и скорбь, и боль утраты, и незабвенны все для них тех лет солдаты. Не проходите обелиск беспечно мимо. Должно быть дорого на нем каждое имя, и чтима каждого бойца национальность. Им поклонитесь. Шли для вас, за вас они сражаться.